Алена Игоревна, как заместитель председателя Дом Домского комитета по образованию, в первую очередь, обычно к вам обращаются в таком качестве. Насколько я в курсе, на прошлой неделе ваш комитет провел круглый стол по вопросам и проблемам итоговой аттестации. Речь шла об итоговой аттестации 9-х и 11-х классов или все-таки преимущественно 9-ти классников? Нет, речь шла и о 9-х и 11-х классах. Действительно, сегодня очень много вопросов возникает и, кстати, вопросы ставят в большинстве даже не педагоги, а родители. Именно поэтому у нас действительно работа не прекращается и ведется она совместно с Рособранадзором и с Министерством образования и науки. И даже вы знаете, что родители изначально даже были несколько без привлечения в панике, когда было введено сочинение. И вы знаете, что сегодня буквально на днях Рособранадзор объявил о том, что практически где-то около 80% всех государственных вузов будут давать дополнительные баллы за написанное сочинение. Поэтому сейчас будет, конечно, перестраиваться эта система и ЕГЭ тоже будет сдаваться в принципе точно так же, как и в предыдущие годы. Единственное, что сохранится тот жесткий контроль во время процедуры сдачи, вы знаете, какова она. Но действительно это и металлоискатели, и невозможность, в отличие от предыдущих лет, когда дети все-таки из-под тяжка пользовались всякими энциклопедическими словарями и прочее. И, естественно, вплоть до фотографирования заданий и связи с педагогом на расстоянии, то есть это все было. Но вот второй год вряд ли это будет возможно, поэтому, конечно, вопросов очень много. И Рособранадзор ужесточает и сами задания, и вы знаете, что не будет той привычной части А, где можно было гадать между ответами и 50 на 50 определяться и набирать счастливые баллы, мягко говоря. То есть все-таки задания будут более осмысленнее? Задания будут осмысленнее, поэтому еще в прошлом году я помню, что мы разговаривали с Рособранадзором о той большой компании, которую нужно вести разъяснительно, чтобы родители и дети точно знали, что рассчитывать нужно только на себя. Насколько я в курсе, Рособранадзор обратился к институту уполномоченных по правам ребенка с просьбой принять активную участие. И поэтому я пока не анонсирую, но, скорее всего, и партия тоже в ближайшее время включится в наблюдение. У них в Рособранадзоре есть такая кампания за честные ЕГЭ. Поэтому, конечно, в этом многие заинтересованы. Вы помните, как сильно упал балл, который в среднем был сдан, показали честные действительно результаты. И в итоге Рособранадзор был вынужден просто снизить проходные баллы для получения даже просто обычных аттестатов по русскому и по математике. То есть это, конечно, очень серьезная проблема, которую сегодня мы преодолеваем. В ходе обсуждения за круглым столом неоднократно поднималась тема отсутствия единой шкалы оценок на испытаниях, выпускных испытаниях. Вот что это значит? Я, честно говоря, была удивлена. То есть у нас каждый регион пользуется какой-то своей шкалой выставления отметок на итоговых испытаниях? Ну, знаете, об этом уже речь идет давно. И чуть ли необходимо не менять сами шкалы, то есть не от нуля до пяти, а, допустим, до десяти баллов, и прописывать градацию ответов. Может быть, это и правильно, но пока что никаких единых позиций на этот счет нет. Есть единственное тоже, что обсуждается, это введение независимой аттестации. То есть это просто, когда приходят сторонние независимые институты, которые просто будут проверять действительно уровень. А я еще хочу, тоже важный момент для меня, во всяком случае, для человека, который в комитете курирует дошкольное образование, и как и в партии по партийному проекту, детские сады, дети, мы работаем, мы провели буквально два дня, три дня назад. Очень важное тоже мероприятие совместно с Минобором, Рособорнадзором. Вы знаете, уже два года прошло с момента принятия нового закона в образовании, где детский сад – это уровень образования. Но, к сожалению, Рособорнадзор до сих пор пока что не включился в мониторинг преподаваемых услуг и всего прочего. Поэтому мы сделали эту работу, мы провели экспертные дискуссионные панельные площадки практически в 50 регионах, и все собранные материалы, результаты обработали и, собственно, передали Рособорнадзору. То есть мы в ближайшее время выберем несколько пилотных регионов, я надеюсь, в их числе будет как раз и Чувашская республика, с тем, чтобы действительно вперед многих регионов пойти и промониторить качество предоставляемых услуг в дошкольной сфере образования. Есть родители, которые действительно, их не волнует качество образования в детском саду, они хотят отдать на присмотр и уход ребенка, то есть по старой системе, совершенно не волнует. Как только их дети попадают в детский сад, все, это тоже становится вопросом номер один. Каково же качество в этом детском саду? Причем не просто присмотр и уход, а все-таки чему учат моего ребенка. Поэтому, конечно, я могу сказать, что мы можем говорить и о первом, да, то есть как это пирамида масла. Сначала доступность, да, по доступности у нас Чувашская республика один из первых регионов, который действительно очень эффективно осваивает предоставляемые федеральным бюджетом средства и уже готова к принятию следующих средств. Уже в ближайшее время республика получит 107 миллионов рублей дополнительно, да, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится, потому что очень сложно выделять деньги тем регионам, которые плохо себя показали в предыдущей, да, ситуации с деньгами на дошкольное образование. Что касается, например, следующей ступени, качества, вот как раз, собственно, мы проработали эти критерии. Туда обязательно дойдет, кстати, войдет и доступность, то есть это уже как регион будем оценивать по уровню дошкольного образования и по качеству. Ну и, конечно, уже более такие глубокие критерии, которые в том числе и основаны на федеральном государственном образовательном стандарте. В целом, я могу сказать, что Чувашская республика очень хорошо смотрится на фоне остальных. Алена Игоревна, вот повод, у нас есть хороший повод. Отмечаем сейчас в эти дни мартовские годовщину присоединения Крыма к России. И уже год прошел с того момента, как образовательные учреждения, ну, преимущественно школы, вузы, там вот с детскими садами, пока не все так однозначно, работают в системе российского образования. Как проходит интеграция? Интеграция проходит успешно. Начали мы с того, что мы приняли действительно несколько, во-первых, конституционных законов о воссоединении Крыма с Россией. И, естественно, каждый по своей сфере осуществлял мониторинг, что, где, в каком состоянии и необходимо было принимать срочные меры. И, естественно, чтобы люди не чувствовали себя дискомфортно, Государственная Дума проработала, мне кажется, на 5 баллов. Ну, себя похвалили, конечно, но, тем не менее, был сверстан хороший закон о синхронизации наших систем образования. Поэтому, действительно, системы наши слились, и уже, собственно, вовсю там функционирует российская система образования. Учебники, поступления. Единственное, что пока тоже в этом году сохраняется возможность выбрать либо ЕГЭ, либо обычные экзамены. То есть, пока возможности это сохраняются, потому что все-таки 11-классникам дали поступить. Но я точно не могу сказать, по-моему, еще 10-му классу дается такая возможность, но они уже, собственно, выпускники в этом году. Они были в прошлом году 10-й, а вот в этом году они 11-й. Поэтому, конечно, это стресс. Родители, ну, во-первых, люди учились и на украинском языке, и украинский язык учили. Поэтому, естественно, им сложно сдавать русские на том уровне, который сдают наши дети. Поэтому, конечно, им такая возможность была предоставлена. Но в целом, когда в прошлом году наша фракция, Единая Россия в Думе, которая представляет интересы своих избирателей, мы разъехались по полуострову Крым. И с очень противоречивыми чувствами мы все съехались, делились впечатлениями. И, в частности, я закоплена за сферой образования, поэтому, объехав школы, детские сады и высшие учебные заведения, было просто понятно, что не ступала нога, знаете, чиновника с деньгами просто на эти территории. То есть, все, как было 20 лет назад, ни разу не делался ни капитальный ремонт, ничего. То есть, не видели ни средств, не предоставлялись никакие возможности. Поэтому, конечно, судя по всему, Украина не считала Крым своей территорией и денег туда просто не передавала. Но одно только могу сказать на примере, например, системы дошкольного образования, то 40 тысяч очередь от 3 до 7. 40 тысяч. Но, так, по сравнению, это, пожалуй, в России сегодня нет ни в одном регионе такой очереди. Но я вижу позитивные изменения буквально во всех сферах. И люди, конечно, очень рады. И мы видим сегодня прямые включения с полуострова Крым, из республики, из города федерального значения Севастополь, где видим, что люди только еще больше уверились в своем выборе. Что выбор вот в пользу России. Мало того, что мы все вместе и жили когда-то исторически. И они считают, что 20 лет они шли к этой цели, и цель, задача выполнена. Поэтому, конечно, они видят, что это, знаете, течение, оно двустороннее. Встречное движение. Встречное, так что все правильно вы сказали. Поэтому и мы стараемся, и они тоже стараются. Действительно, отвлекаются на все проблемы. И немного не просто, потому что это адаптакция к новому законодательству. Здесь, конечно, не просто, но они очень стараются. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. И напомню, что сегодня нашей собеседницей была депутат Госдумы Российской Федерации Алена Рашинова. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин